Приветствую вас, уважаемые зрители! Сегодня я вам поведаю историю самого старого линейного прессажирского трамвая Татра в мире. Так случилось, что этот трамвай работает в Харькове. Татра Т3 одна из самых распространенных моделей трамваев. Поставляли их в СССР, Чехословакию, Германию, Румынию и Югославию. Всего произвели более 14 тысяч вагонов и производили их почти 40 лет, с 1960 года до 1999. А поставка вагонов в СССР оказалась самой крупной поставкой одинаковых трамваев, проданных в одну страну. Т-3 начали поставлять в СССР с 1963 года. Тогда же такие трамваи поступили в Киев, из поставки которого Харькову на обучение перепала одна из машин Дарнецкого депо. Первая крупная партия попала в город лишь в 1967 году, но наш сегодняшний экземпляр в Харькове появился гораздо позже. Единственным показательным вагоном чисто харьковской поставки можно было бы назвать юбилейный 7000 вагон, но сейчас его дальнейшая судьба покрыта мраком. Вагон с заводским номером 152825 был построен в 1963 году в трехдверном исполнении для города Прага. В 1985 году он получил номер 5506 и стал учебным, а в 1997 прошел модернизацию с ликвидацией средней двери. В 2012 году он был отстранен от эксплуатации в Праге и в течение года поступил в Харьков, где получил номер 3050. Ну а теперь давайте послушаем звуки этой старой Татры. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... В отличие от почивших Харьковских двух дверок, он имеет иную компоновку сидений по одному с левого и правого бортов. В 2015 году он стал старейшим линейным пассажирским вагоном Татра Т3 в мире. Помимо двух дверей вместо трех, он отличается широкими люками в крыше и непривычными фиксаторами этих самых люков. Уходит трамвай зачастую по первому маршруту, следующему от Южного вокзала на Ивановку. К сожалению, он появляется на линии не каждый день, но иногда он попадает и на другие маршруты, такие как 7 на Новоселовку и 20 на Алексеевку. Но найти его на Харьковских улицах можно при помощи онлайн-сервиса, о котором я расскажу позже. Трамвай по единичке проезжает туда и обратно в среднем за полчаса. Путь пролегает по улицам Евгения Потлиера и Большой Панасовской. По пути встречается в основном одноэтажная харьковская застройка, предприятие пищевой и легкой промышленности, заброшенный элеватор, дворец железнодорожников, спорткомплекс локомотив и храм Ивана Богослова. Ну и сейчас я вам расскажу, как при помощи онлайн-сервиса найти данный трамвай на Харьковских дорогах. В данном случае я буду использоваться сервисом XT Akirich PPUA. Он будет у вас, ссылка в описании. Можно еще и воспользоваться Telegram-ботом. Итак, мы нажимаем на кнопочку с тремя квадратиками специально, чтобы увидеть все машины. Мы, в принципе, уже сейчас видим, что этот вагон есть на карте, но не всегда это бывает очевидным. Так что давайте нажмем на табличку и попробуем его найти. Набираем 3050. И вот, собственно, он у нас показывается на первом маршруте. Мы прямо на этот номер нажимаем. И сейчас он, собственно, у нас по центру. Давайте мы его немножечко увеличим. И дальше мы можем еще нажать кнопочку истории. Вот у нас находится N. Он покажет, в какое время ориентировочно он будет на месте. Это сделано по архивному слепку, и так можно сориентироваться. Также, кроме всего прочего, можно воспользоваться Telegram-ботом. Давайте мы его откроем. Ссылка будет также в описании. Для этого нам нужно в поисковике забить XTMAP-BOT. Далее мы набираем кнопочку поиск трамвая. Стартуем и поиск трамвая набираем 3050. И нажимаем отправить. Система автоматически нам покажет, где он находится. Покажет карту. И таким вот образом мы можем и в повседневной жизни пользоваться данным сервисом. Ну а я рекомендую вам все-таки прокатиться на этом вагоне. Не факт, что он проработает еще долго. И поэтому такую историю нужно увидеть своими глазами. На этом, пожалуй, все. Спасибо за то, что вы посмотрели. Пока!